вот вы консультировались с германскими коллегами ведь не только и горе не только с германским но с ними у нас был особый таскать непонятно особо общение вот как вы считаете правда или нет что у нас все-таки немножко другой человеческий материал условно говоря немцы когда не пойдут на пикник они но после себя там не оставят столько мусора сколько наши с вами соотечественники или это такая демонизация нашего национального характера и не от этого зависит но я не нужна я спрашиваю начнем с того что ну я не так много общался с немцами если только вот в армию но но так это шутка конечно но в реально у меня у нас у всех я думаю впечатление что вот немцы это обязательно чистота порядок но так придумать да это именно так именно так и складывается впечатление от жителей германии но начнем с того что студенческие годы коллеги у нас многие ездили в германии но в гдр и и не всегда сталкивались с порядком начнем с этого европейских странах я бываю вот по я уже отвлекусь от немцев да конечно говорили в том числе и европейских странах в ряде стран и в том числе вот норвегии когда я был а я там возглавляю межправкомиссию и до этого я еще с до того как возглавим межправкомиссию я занимался с норвегами именно экологическим проектом и честно сказать не везде у меня складывалось впечатление что они активно занимаются уборкой если до очередной мусором и так далее но в определенной степени да прям он степени да с другой стороны я бы наверное тоже не говорил что у нас массово вот все занимаются таким как сказать захламлением что ли вандализмом да вот как вы сказали у нас есть конечно всякие примеры но опять же возвращаясь к теме если создавать условия то вот подобных ситуаций в том числе захламление берегов там лесов пожаров то есть за разведение костров и соответственно так сказать бесконтрольное разведение костров этого не будет если не будет создаваться необходимые условия инфраструктура опять же вот возвращаясь к теме да вот мы сейчас много говорим о байкале там где-то на мой взгляд и там переоценка даже не тоже переоценка преувеличение происходит да то есть увеличение масштабов проблемы масштабов проблемы в том числе хотя если сказать при той нагрузке я имею ввиду при том количестве людей которые стали сейчас посещать байкал и вот все прибайкальские территории конечно здесь необходимо выстраивать для этого инфраструктуру поэтому у нас получается так что в ряде случаев и берега захламлены потому что нету мест куда можно было бы выбросить мусор там за мной на много километров это отсутствует нужно эту инфраструктуру выстраивать перерабатывающим какие-то предприятия должны быть тоже то есть чтобы все это экономически было и рентабельно и чтобы естественно это могло работать при такой антропогенной нагрузки да при с таком количестве туристов которые посещают байкал ну и так далее то есть необходимая инфраструктура чтобы можно было бы констатировать о том что вот человек даже при наличии мусорного какого-то бака он кидает все равно мимо да и вот вы говорите что люди которые там населяют они вот ведут себя как вандала но реально в ряде случаев у нас не хватает этой инфраструктуры хотя на мой взгляд и конечно нужно усиливать том числе экологическую культуру без этого не обойдешься и в принципе это принятая практика во всем мире что для того чтобы добиться каких-то результатов нужно начинать с низов я имею с начальных лет с начальных образования как с образованием но и так далее не только вот с со школы но может быть из детского сада у нас кстати в министерстве есть даже такое движение и калята как раз мы этим начинаем сейчас заниматься я думаю это правильно было все конечно комфортно единственным наверное где-то неожиданно что такое интервью я еще не давал но другой стороны было приятно пообщаться о семье и моих любимых темах конечно я ожидал когда мы начнем говорить о моих профессиональных темах обязанностях ну это произошло ну на самом деле для меня было неожиданным говорить о семье то есть те вопросы которые мы в самом начале обсуждали другой стороны это было достаточно приятно именно поговорить о своих близких о семье в родителях о сестре и о всех тех людях которые меня сейчас окружают